Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Вам, друзья, в помощь, чтобы вы лучше ориентировались на рынках, знали, какой инфоповод использовать для того, чтобы продать или купить. Ну и конкретными рекомендациями мы вам, собственно, в этом помогаем. Честно говоря, я долго думал, стоит ли сегодня вообще записывать наш утренний брифинг, потому что, как вы знаете, по факту и случаю Страстной Пятницы, сегодня очень много инструментов, которые нам интересны, за которыми мы следили, они не торгуются. Нефть, золото, фондовые активы. Ну, если говорить про валютный рынок, есть отдельные дуэты финансовых активов, в частности, евро, доллар, доллар канадец. Мы на них ранее делали ставку и они пока что еще активны. То есть, сегодня ими также можно продолжать спекулировать. У нас были рекомендации по ним, поэтому я счел все-таки необходимым сегодня выступить, друзья, перед вами, обрисовать общий новостной фон, какие итоги можно сделать по факту уже состоявшейся и прошедшей недели, что стоит ожидать по финансовым активам дальше. Поэтому предлагаю тогда не терять время сегодня максимально вкратце. Начнем с индекса доллара 100 пунктов 27. Это фактически локальные максимумы не только этой недели, это максимумы за несколько лет в соответствии с нашими ожиданиями. Мы верили в доллар, потому что другого он не мог показать, кроме как роста, учитывая перспективу ужесточения национальной американской денежно-кредитной политики. Очень много было комментариев представителей ФРС, уже можно сказать, что выступил каждый член, который обладает правом голоса. Мы помним протоколы американского регулятора, мы помним, конечно же, последние данные по инфляции, когда она впервые за 40 лет превысила 8% и уперлась в показатель 80,5%. Я думаю, что это еще не предел, будут уровни еще выше, тем более, что цены на нефть снова растут, друзья. И вкупе с мощной потребительской активности, сохраняющимися проблемами с логистикой и на фоне высоких цен на топливо инфляция, ну априори, вот по всем классическим признакам, причинно-следственным связям, она не может пойти вниз. Пиковые значения еще впереди, и я думаю, что это будет примерно в районе чуть ли не 10%. Чем выше инфляция, тем более жесткой должна быть монетарная политика. ФРС это прекрасно знает, поэтому ждем майское заседание, ждем повышения ставки на 0,5% и ждем запуск программы количественного ужесточения объемом 95 миллиардов долларов в месяц. Вчерашний блок статистики. Ройничные продажи выросли на 0,5%. Это хороший показатель, но если сравнивать его с значениями двухмесячной давности, когда рост был на 0,8%, здесь может закраться сомнение, что не все так хорошо и тенденция начинает уже идти на убыль, я имею в виду растущая. Но в то же время был и индекс Мичиганского, доверие потребителей, который оказался на максимум за несколько месяцев и нейтрализовал неоднозначное влияние отчета по роничным продажам. В целом фундаментальный фон указывает на то, что ФРС может повышать ставки. ФРС будет это делать, а мы будем, друзья, удерживать длинные позиции по индексу американского доллара. Золото 1973 доллара за тройскую унцию. Максимум был в районе 1980. Но все равно я считаю, что мы можем говорить и мы будем правы, что цели более чем частично выполнены. Потому что мы определили хорошую точку выхода из того узкого коридора 1900-1920, поставили на рост этого актива и уже хорошо заработали. Потому что несколько процентов без плеча в плане восходящего движения этот актив уже показал. Золото продолжает пользоваться спросом и очень много подтверждений этого. Ну, во-первых, из-за повсеместного роста инфляции. А подтверждение это интерес со стороны институционалов. То есть активные покупки ТЕФ фондов в первом квартале они скупили 270 тонн золота, поскольку это фонды, по сути, чьи контракты, активы обеспечены полноценным физическим золотом. У нас есть подтверждение также еще от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. На прошлой неделе совокупный лонг, спекулятивная позиция по золоту со стороны инвесторов достигла почти 246 тысяч контрактов. Это существенно выше, чем мы видели в последние месяцы. И я почти не сомневаюсь, уверен, что траектория роста продолжится. 2000, друзья, это цель, которая уезжает на следующую неделю. И, возможно, понедельник-вторник мы сможем говорить о достигнутых указанных ориентиров. Рынок нефти 111,39. Наша цель на отметке 110 сделана. И, судя по всему, бренд продолжит расти и дальше. Причин достаточно. Международное инвестическое агентство, напомню, прогнозирует сохранение риска перебоя поставок из России в ближайшее время. Объемы добычи в России уже снизились ниже 10 миллионов баррелей. Не стоит недооценивать влияние санкций на энергетический сектор той или иной страны. В данном случае Россия. Яркий пример, что происходило с энергетической отраслью Венесуэлы и Ирана, где из-за эмбарго объемы поставок снизились практически втрое. Да, Россия – это не Иран, это не Венесуэла, и торгово-партнерские связи все-таки теснее. Но, как ни крути, есть риск того, что в случае эмбарго поставок энергоносителей на территорию европейского, скажем, континента, объемы именно добычи, они неуклонно будут снижаться, поскольку будут сокращаться показатели экспорта. Это, друзья, еще один акцент и еще одна отсылка на потенциальный энергетический кризис, кризис предложения, который может отправить котировки бренда выше 130-150 долларов за баррель. Рисков достаточно, поэтому давайте не мудрить, собственно, сохранять лонг и дальше. Американский фондовый рынок – 4388 пунктов, цель – 4300 пунктов, будем уже цепляться за нее на следующей неделе. Европейская валюта, лоу, 1,0752. Наша цель была 1,0750. Не сделали цель, два пункта, но так же, как и в случае с золотом, здесь я могу сказать, что более чем частично наш прогноз оправдался. Причем еще не вечер, европейская валюта сегодня котируется, 1,08 сейчас, и я допускаю, что на низколиквидной торговой сессии может быть задир вниз именно до указанной планки. По поводу решения Европейского Центрального банка относительно ставок, они не изменились, как мы ожидали. По факту выступления главы Европейского Центрального банка Кристин Лагард ничего нового она не сказала, не пролила свет и не уточнила перспективу повышения процентной ставки. Знаете почему? Только потому, что Европейский Центральный банк по-прежнему не готов ужесточать монетарную политику. По словам Лагард, экономическая активность и сохранение, поддержание темпов и роста сейчас приоритетнейшая задача. И выполнение этой задачи полностью нейтрализует и пересиливает риски относительно роста инфляции. То есть пока другие центральные банки боятся за рост инфляции, пытаются как-то ее ограничить, повышая ставки, Европейский Центральный банк, так же как и Банк Японии, считает, что сохранение стимулирующей монетарной политики сейчас принесет больше пользы, нежели чем вреда. Я сторонник того, что в связи с этим шорт останется в приоритете, поэтому вам тоже, друзья, рекомендую держать пока что короткие позиции. Доллар канадец 1.2609. Резонанс еще сохраняется от решения Банка Канады первого. За последние 20 лет повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. То есть движение вниз по паре продолжится, канадский доллар точно будет укрепляться, поскольку уже совсем скоро, 25 апреля, и именно в этот день канадский регулятор начнет сокращать портфель активов, накопленных за время пандемии за счет программы количественного смягчения, которая была призвана помочь экономике стабилизировать финансовые условия. Жесткая политика канадского регулятора сейчас, на мой взгляд, даже превосходит политики всех прочих центральных банков, и это нужно использовать. И тем более, друзья, у нас растущая нефть и котировки еще пока что не до конца, мне кажется, факт их роста заложен в курсе канадского доллара. Но это еще впереди, поэтому цель 1.24. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошего вам закрытия недели, и до скорых встреч уже на следующей неделе. Всем пока!